здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет долгожданный разбор насти ивлеевой интервью вышло уже давно а я все откладывала но лучше поздно чем никогда давайте приступим к нашему разбору с того что мы проследим базовую линию поведения насти в моменты когда она говорит о вещах приятных либо неприятных для нее ну то есть где она дает реальные свои эмоциональные реакции и соответственно сделаем выводы в дальнейшем как отслеживать где она говорит правду вот там где она действительно чувствует она дает реальные такие вот живые эмоции такие как сейчас мы с вами посмотрим в первом фрагменте но ощущение такое что ты возвращаешься в отчий дом в квартиру где-то именно рос и впитывал самые лучшие качества кто-то где-то комментировал как-то пытался какие-то жаркие подробности вынести за скобки подлить масло в огонь ты участвовал в дегустации к этому конечно серьезно конечно андрей мы разрабатывали специи то есть передо мной стояли десятки вот этих пиалочек с разными чипсами труб смотрите она даже использует иллюстраторы для того чтобы показать свою эмоциональную вовлеченность в то как она дегустировала эти чипсы и в предыдущих случаях там без жестов но тоже была прям живая реакция живые прям эмоции да были их на хруст на консистенцию на плотность на то как чипсенька просвечивает и все нас на солоноватость кисловатость пряность так наверное мне лучше себя передвинуть немножко в эту сторону потому что я часть насти закрываю а там будут еще моменты которые я бы хотела чтобы вы видели и ее тело и так далее да а значит вы видите что эмоциональные реакции у насти реально очень живые такие примуты настоящие что называется за что мы в общем то ее и любили в свое время ну не знаю может и любим я постараюсь сегодня максимально вот своих эмоций меньше давать хотя на некоторые моменты я все-таки эмоции дам там есть есть за что мне зацепиться и есть что мне прокомментировать но тем не менее вот в данном случае мы видим что реакции у насти живые присутствуют в этом интервью в некоторых случаях но давайте посмотрим что же она говорит уже меньше эмоций задействует соответственно она старается дать какую-то информацию до когда мы говорим с меньшим количеством эмоций когда мы говорим какую-то и официальную информацию которая нам которую нам необходимо произнести либо ту информацию которая нам не близка то есть чем ближе человеку информация тем больше эмоций он использует для того чтобы передать свои ощущения для того чтобы прочувствовал собеседник то что для человека очень важно и наоборот если для человека эта информация чужда либо не важно либо еще по каким-то причинам он не хочет связываться близко с этой информации он дает минимальную эмоциональную окраску этому и так давайте смотреть теперь уже на другой вариант дальше приняла решение уйти в режим тишины для того чтобы ну как минимум поправить свое психологическое ментальное состояние нужно было успокоиться прийти в себя я слушала внимание но это кстати понятно да вот сразу после вечеринки когда началась травля и здесь понятно и понятно почему она так тяжело это говорит я вам этот фрагмент поставил не для того чтобы увидеть что это это вранье нет это не вранье это информация которая тяжела для нее да вот в данном случае это тяжелая для нее информация идем дальше патиль на то что происходит вокруг что говорят конечно тут еще больше хочется пожелать чтобы это скорее все закончилось и чтобы мирное небо было у всех над головой но это просто знаете вот здесь меня реально бомбит и я так понимаю что не но естественно настя человек не глупый и прекрасно понимает что говорит о том что ну вот учитывая на какое на стороне сейчас да она прекрасно понимает что она говорит о том что если монета в воздухе зависнет да то мы на занятия пойдем как из того анекдота то есть она говорит о вещах несбыточных несбыточных с точки зрения ну вот того что что она сейчас поддерживает да то есть ну как то вот это не вяжется и естественно ей это тяжело говорить да то есть эта позиция ей не близка не потому что она не хочет мира а потому что она понимает что ту сторону которую она приняла это не про мир ну ладно это моя эмоциональная оценка но тем не менее все таки вот я пытаюсь объяснить ну вот с ее точки зрения да вот что она сейчас сказала почему она это сказала тише почему она это сказала со страхом почему она попыталась помочь себе рукой но это не было эмоциональная вовлеченность а именно но не было это иллюстратором это было просто поддержкой себя то есть вы знаете часто люди которые часто выступают они имеют такие фишечки и хитрости для того чтобы вот когда не хочется чего-то говорить мы как бы вспоминаем ощущение своей эмоциональной вовлеченности и мы включаем какие-то жесты привычные для нас эти жесты нас немножечко приподнимают эмоционально для того чтобы сказать какую-то фразу вот здесь как раз это и присутствовала то есть она с трудом с трудом выдавливает из себя эти фразы и мы понимаем что эти фразы ей надо сказать вот смотрите как она это говорит да и в конце еще и отклоняется с испугом то есть видите как у тебя складывал сообщение с твоими бывшими коллег в конце когда она говорит хотелось бы мирного неба над головой и она отклоняется естественно бессознательно понимая что говорит какие-то запредельные вещи которые не вяжутся время из украины тот же тушкин рвопа рисчки и特 점ream то есть террористом и какая-то запредельная сработка и实 не solidity posso мое существо обмор motion чипсим соappelle realizes?!? вины и смотрите фраза она обобщает вот это уже манипуляция манипуляция обобщение вместо прямого ответа сразу да то есть она обобщает мы все оказались заложниками тебя спрашивают кто оказался заложником они сами за себя ответят а вот конкретно почему происходит такое обобщение потому что человек не хочет надевать на себя эту одежду понимаете не хочет чувствовать себя вот в этой ипостаси до которую к сожалению она сейчас ну на дело да поэтому тут из песни слов не выбросишь и при всем моем в прошлом уважении но опять таки я не могу судить насколько жестким было давление на настю но здесь прям на лицо то что человек переобулся не потому что она так считает а потому что действительно ну вот под гнетом определенных обстоятельств поэтому но то что переобулась это понятно да были ли есть близкие родственники друзья товарищи на украине ну то есть никак если ты не занимаешь определенную позицию этого диалога никакого невозможно поэтому грустно осознавать что братские народы разделились но я искренне верю что скором времени обязательно все наладится опять опять обобщение да то есть братские народы разделились то есть на обобщение съехать всегда легче чем сказать о себе да она не сказала что мне очень жаль что я сейчас не общаюсь со своей ну то есть специально так проще проще произнести какие-то нелицеприятные вещи и кроме того последняя часть фразы обратили внимание как она сказала скороговоркой без всякой надежды его и этом как продолжение вот предыдущего на чем я вот останавливала свое внимание да когда говорила что если монета в воздухе зависнет да то пойдем на занятия то есть про мирное небо про то что вот вот это все она понимает что это все утопия утопия особенно в свете всех событий да ну давайте дальше по поводу того насколько она ну вот прям ярая патриотка давайте посмотрим внимательно как она это сказала и что она сказала как ты прокомментируешь темноές борту ей просто не будет очень не трат�� утра на загадания части дорогие и смотрите проблема который теперь имеет получаю что-то также как у неё охватить себя пытаться trainera иялись invite byheim presidente российских районные какие же клиенты делают при называемые вы их обценивали было принято решение что она останется то есть а сейчас она прям четко пытается нам сказать что здесь мне не хватило уверенности то есть если бы человек который ну действительно самого начала даже не предполагал варианта того что вот я не эту еду не уеду да вот вот этих всяких менжеваний не было бы она бы сейчас четко нам сказала это очень очень уверенно но здесь уверенности мне не хватило здесь больше про неуверенность про напряжение про всякие другие эмоции кроме уверенности то есть все-таки были бы и много этих мыслей было да сейчас на сегодняшний день она отталкивает локтем сейчас мы пронаблюдаем без звука как раз я что опять перекрыла ее так сейчас вот вот отталкивание локтем и опять я перекрыла но надеюсь вы все увидели на челюсть все ниже и ниже то есть было очень много мыслей эти мысли были ну одна хуже другой и в итоге ну вот скатилась в самый худший сценарий который вообще ну вот из этого всего происходил то есть получается что для нее это полная безнадега и ну то есть человек который искренне был бы патриотом да вот и вот прям и и вот сейчас бы она нам топила про то что там все все я осталась великой стране да и все и прочее бла-бла ничего подобного здесь нет просто из двух плохих вариантов она возможно выбрала какой-то чуть лучше вот и все но оба варианта были плохие ну или из всех возможных она просто выбрала какой-то менее плохой вот так вот и сейчас такой безнадегой это нам говорит зачем мне вообще покидать родную страну в которой у меня все и друзья и семья и бизнес работа аудитория в конце концов то есть об этом вопрос не стоял никогда ни разу но смотрите нет нет неправда стоял этот вопрос потому что вместо нет кивок да и облизывает уголок рта а уголок рта это про расширение это про расширение наших аппетитов и были были все варианты все она рассматривала все она просчитывала просто этот вариант оказался ну вот из худших более менее приемлемым и сейчас вот она нам пытается сказать что это было прям единственным решением от которого она ни разу не отклонялась ничего подобного но и это понятно в общем то любого человека в такой ситуации ну тут в принципе как бы мне ничего не скажешь а да значит дальше давайте смотреть дальше ты знаешь самое волнительное знаете волнительное слово со стороны и при этом удивление голова от одного плеча к другому типа не знаю презрение было покинуть свое привычное инфополе и погрузиться в другое который казалось не менее интересным и и смотрите насколько оказалось интересным другое инфополе пошла полная безнадёга потухший взгляд печаль голова к плечу не знаю сжимает губы презрение челюсть вниз то есть тут вообще вот полностью абсолютно я и не верю что ей примут по собственной воле по собственной инициативе ну ладно то что она не по собственной воле мы прекрасно все знаем но насколько ее воодушевляет это новое инфополе в котором она сейчас варится мы прекрасно можем проследить за тем как с каким воодушевлением здесь я конечно же не очень сильно иронизирую да с каким воодушевлением сейчас настя нам рассказывает про это новое инфополе смотрите ну просто вот конечно пытается выдавливать из себя эмоции но в принципе все те же поджимает губы абсолютно здесь нет никакого воодушевления здесь конечно же сплошная печаль безнадёга и вина шаги и действия публикации в сми который я делал на протяжении четырех месяцев это была исключительно моя инициатива несмотря на все догадки в сми да но здесь конечно оговорочка по фрейду догадки тут если бы действительно это были не догадки а фантазии она бы здесь у нее прекрасный словарной запас и оно бы не использовала это слово она бы сказала фантазия или как-то придумывание или еще какое то слово но она сказала догадки и это действительно так это действительно догадки потому что вы увидели эмблематическую оговорку когда вместо да она качает нет и так далее то есть конечно же ей совсем не нравится все то что она сейчас делает но и она это делает по определенным причинам да мы значит вот интересная ситуация как она сейчас в этой ну вот еще и продает себе вообще просто браво вообще всем продажникам возьмите на заметку вот как надо продавать работа с возражениями уровень бог давайте посмотрим да все правильно я не стал это афишировать но во-первых я согласна с тем что донбасс это не прощая опять-таки же каким-то не очень прийти соглаш ты соглашаешься с тем кто с тобой спорит это очень классный маркетинговый ход вот если продажники это прекрасно знают что надо согласиться а потом ну вот уже как бы встав на сторону того кто с тобой спорит пригласить проследовать за своим потоком мыслей да и вот какую-то свою точку зрения дать собеседнику то есть сейчас она согласилась до вербально а потом она как-то вот постепенно это все свела на нет дальше этому образом раздула но я согласна и согласны с этим высказыванием и я прекрасно теперь понимаю о чем речь и если бы моя цель была ежеминутной быстрые секундные необдуманные без души и сердце переосмысления но наверное я бы этой возможностью воспользовался еще в январе по примеру коллег но смотрите вот здесь очень классное такое возражение она соглашается да а потом знаете вот это вот игра в честность и это часто кстати используют мужчины когда пудрят мозги женщина и говорят я же с тобой честен я же тебе все честно говорю и она как бы благодарность за то что он такой честный прощает ему многие грехи да вот это вот искренность игра в искренность она очень хорошо работает особенно когда вы пытаетесь что-то свое продать ну и как вы понимаете в жизни все про продажи покупки это мы все продаем покупаем в эмоциональном в партнерском смысле во всех смыслах мы все друг другу ну мы сами себя даже да вот по сути мы от того насколько успешно мы себя продаем и как раз вот получается насколько мы успешны в принципе насколько мы востребованы да поэтому здесь вот прям четкая такая продажа и игра в искренность до сначала согласилась а потом по-честному говорит ну я же тебе честно говорю ну я же вот действительно не посмотрите его и так и такой контраста вот мои коллеги вот они хитрые они по-другому поступить а я вот такая вот честная искренняя и это очень сильно подкупает только не подкупайтесь дорогие мои потому что это все продажи продажи и перед словом коллег такая пауза конечно ну конечно здесь она выше этих коллег она это сделала через многоходовку да ну как бы все равно продажа состоялась да только через многоходовку через игру в искренность через всякие разные такие манипуляции которые мы с вами приняли за ее искреннюю позицию но конечно же не ведитесь на такие вещи пожимает много много неуверенности в том что она говорит но естественно это довольно сложно так вот так вот многоходовочно продавать и смотрите вот финал вот это просто блестящий финал это не мой путь ну это в замедленной съемки давайте пронаблюдаем да то есть локтем отталкивает там много-много всего не смотрите как моих коллег да то есть я то честно они то хитрые аудитория однозначно есть запрос на традиционные ценности и есть перспективы это полизе популяризировать почему нет ну вот смотрите а здесь она нам с вами ну сначала проработала возражение да а у своих новых хозяев у своей новой аудитории да то есть проработала возражение да я с вами согласна ну вот прочее прочее да бла-бла и потом обозначила боль а своих новых хозяев да что им сейчас интересно им надо привлекать определенную аудиторию и сказала а я знаю как это делать у меня есть идеи пожалуйста вот дайте мне возможность и я с удовольствием к этому приступлю да действительно и я прекрасно понимаю что перед нами человек умный и этот шаг у нее осознанный потому что она очень сильно зависит от от своей аудитории от того чтобы ей работать там много-много но я я уверена что те кто ее перетянул на сторону на ту сторону до знали знали за какие крючочки дергать и она там очень плотно сидит поэтому но знаете я постоянно вспоминаю протасевича которые тоже в общем то ну вот мы помним его историю не знаю что с ним сейчас происходит но это вот действительно жертва того что вот это все правильно в общем у меня слов нет и мне с одной стороны очень жалко настю но с другой стороны ребят я рекомендую теперь меньше слушать этого человека этого блогера потому что действительно ну да безусловно она очень умная у нее есть чем делиться со своей аудиторией но сейчас это не будет то что от души не будет настоящей насти больше будет вот такая замена вот такая вот к сожалению история да давайте дальше следующий фрагмент конечно когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным почему полуразрушенный потому что он актив смотрите как она по сути разговор увела немножко не в ту сторону да и сейчас как она выкарабкивается из тех дебрей в которые сама себя завела да но сейчас она пытается как-то вот вот эту вот историю да с разрушенным мариуполем который сейчас восстанавливается да она это понятно что сейчас новые хозяева им надо показать аудитории что это нормальный процесс в общем то что тут такого да и вот сейчас настя нам пытается это тоже доказать что это нормально ну что сейчас то он отстраивается да а то что осталось за скобками тысячи погибших людей и людей оставшихся без крова это это как бы уже за скобками да вот а сейчас по заказу новых хозяев надо вот про и произнести эти хорошие вещи и как-то всех успокоить да и сразу смотрите вот как и интересно зашла на это минное поле и аккуратненько вывела нас на то что давайте поправим сейчас восстанавливается это уникальное зрелище как вот из руин рождается новая жизнь слушайте вот вот здесь вот я не знаю я сейчас держите меня семеро меня начинает бомбить знаете вот такое ощущение она сидит и воспевает как из руин рождается новая жизнь а чё со старой то жизнью вот там же люди жили рожали детей много чего было да и чё их их всех вычеркнули зачистили да а теперь новая жизнь господи как это страшно это чудовищно и я вижу что она это говорит с большим трудом она прекрасно понимает что она говорит но и и тех задания да сейчас нам внушить что это нормально но вот вот как бы вот такая история к сожалению да идем дальше следующий фрагмент по поводу своей родины ну там очень прям картина маслом папа насти вообще можно читать вот все ее эмоции чё она на самом деле думает она очень искренне выдает эмоции давайте посмотрим начнем с того что я и считал и считаю что регион это душа россии я сама из ленинградской области из деревни разметелево в 20 минут как называется разметелево дерево разметелево да смотрите и локтем отталкивает глаза в мои не смотрели на это на эту деревню красный поселок всем поселок извините большой привет ну да ну конечно на даже улыбнуться на улыбку из себя выдавила но при этом локоточком отодвинула не хочется ей туда возвращаться и ну в общем то и понятно да так что вообще вы можете пересмотреть это интервью хотя в принципе да давайте дальше смотреть а по поводу того чтобы она сказала путину тут тоже очень интересно давайте я задам еще раз этот вопрос оказавшись перед путиным что ты ему скажешь зрели какая у нее поза правильно такой послушной девочки но сейчас в новая ность подавленность правильная поза да правильно сидит спинку ровненько держит как как нас учили послушных девочек именно так и учились сидеть до чем помочь очень тихо без энтузиазма пожимает плечами челюсть низко вопросительный тон но здесь в общем то вопросительная и фраза ладно хорошо это не будем учитывать да но знаете все таки ощущение что не в отношении вопроса здесь это вопросительная по знаете так вот все таки нюансик такой что чем помочь но вот вот это вот так больше вопросительно чего изволите да и вот смотрите как я подошли пинского смотрел не оказался вообще это лук какое счастье что собеседник подыграл ей и дал вот с этой напряженной ноты съехать потому что ну как бы да отшутилась от смеялась да потом но конечно же это все абсолютно не искренне это все вот по принципу чего изволите да вот подавленность вот вот она действительно человек загнут загнанный в угол до которому необходимо заинтересовать новых хозяев для того чтобы дальше остаться при делах поэтому что по цвету да не обожаю хаббинского да он крутой делим видите и кстати облегченный вздох когда вот удалось съехать на шутку до удалось дальше не развивать эту тему как бы сказала фразу кстати вот цитирование фразы это тоже способ уйти от при этом манипуляция это способ уйти от своего ответа да то есть одна свой ответ не дала она процитировала хаббинского вот и все и в общем то это такая уловка манипуляция чтобы собственные мысли собственную душу не вкладывать в ответ поэтому не верю я этому ну это просто вот уход понимаете вот нам сейчас просто пудрят мозги ничего искреннего здесь я не вижу вот знаете меня позабавил автор вот этого канала как он усиленно нагонял вот это свое чувство собственного достоинства чсв вообще я посмотрела кто это такой господи это вообще но не вообще вот я его не знала раньше и и не узнала бы а здесь он сидит вот вот как вообще поднять собственное через вы это вот для тех кто хочет это сделать пожалуйста вам инструкция вот как по насте я вам здесь показала инструкцию по продажам здесь сейчас будет инструкция как поднять чувство собственной важности когда ты абсолютный ноль когда тебя никто не знает но тебе так хочется стать известным я не знаю по какой причине настя именно у него дала интервью возможно его там как-то раскручивать не знаю по какой причине я там со свечкой не стояла но как он изо всех сил вытягивает себя вот прям вот какой я важный давайте полюбуемся и посмеемся вместе всем привет мы сегодня в гостях у нас севливой если вы еще помните такого артиста на из как ты считаешь блогер должение если вы помните еще такого артиста до тебя вообще никто не знает настю хотя бы помнят а ты кто такой хрен с этого с горы да но на надо обязательно опустить как того кто более значим да вот то есть вот это вот вообще в принципе то что человек более значимый вступил с тобой в диалог это уже поднимает твое чувство собственного достоинства да и в глазах окружающих ты как бы встаешь на одну ступень с этим более известным человеком но здесь получается он еще и перетягивает одеяло на себя и при спускает при опускает вот свою собеседницу и думает что таким образом он поднял себе оценку вот в наших глазах ничего подобного просто показал свою ничтожность внутреннюю поэтому ну знаете вот я смотрела и и смеялась чуть ли со стула не падал исти ответственность за свой контент да однозначно тогда будем считать что ты за свой контент принесла ответственности уже поставим точку на этой вечеринке согласны ли ты с этим конечно абсолютно не без перегибов конечно мы нации увлекающиеся если по душе твою старом интервью 6 но здесь вообще просто судья всех времен и народов а взять на себя функцию судьи это тоже такой приемчик да вообще тот кто оценивает тот в общем то берет на себя позицию взрослого как бы то и в данном случае этот наш как его ебков он на самом деле там какое-то другое у него имя и фамилия но псевдоним взял такой дебильный да ну то есть он еще и судья у нас третейский судья всея руси да и еще вставил свою вставочку да с желанием что мы оценим его чувство юмора чувство юмора как у топора отмечаю я идем дальше летней давности дудю смотрите как он дудю он очень плохо 1 он ему так завидует вообще его лавры дудя вообще не не оставляют в покое поэтому он здесь и упомянул дудя и изо всех сил пытается подражать его такой вот легкой манере поведения но все это шито белыми нитками это настолько топорно это знаете как корова на льду поэтому да дудя тебе еще далеко дяденька его прям сквозило чтобы ты как-то рассказал свое отношение к регионам и заставочка да но я знаете я перейду на всякий случай на следующий фрагмент заставка это просто атас знаете вот максимально для того чтобы себя вот так вот поднять да вот свою сама во первых чувство собственной важности себе поднять во вторых чтобы все его увидели все его запомнили все увидели вообще кто это что это максимально там вот в процессе этого интервью вот этих заставок была целая куча ну в общем кстати а у дудя вот эти заставки есть вообще интерес по моему дудя и без заставок очень интересно всегда смотреть и вопросы живые более живая реакция и все остальное в отличие от этого персонажа да ну в общем забавно посмотреть как человек изо всех сил пытается изображать из себя очень важную персону но знаете было тоже интересно как настя из подваль демонстрировала тоже свое пренебрежение и он как человек лишенный эмпатии в основном да он лишенный какого-то таланта интервьюера и всего остального он не не читал этого он все воспринимал за чистую монету но давайте посмотрим как на самом деле настя к нему относятся какие у нее реакции вот дудь бы это точно заметил но андрей попыталась выдавить радость но быстро сдулась конечно опустила челюсть не держит зрительный контакт вообще знаете такой этот испанский стыд у нее на лице натягивает улыбку не но неестественно и поджала подбородок губы после того как сказала привет андрей ну да это банальная фраза это понятно что ну как то вот и видно что настя очень сильно зажимается при общении с ним и делает это ну как то вот из под палки по какой-то причине она дает ему это интервью я не знаю что за причина напишите мне кстати в комментариях почему именно ему она дала это интервью вообще но абсолютно бездарный интервьюер абсолютно без имени и вот все там я не знаю полтора миллиона просмотров пришли не на него смотреть там знаете 1495 человек пришли смотреть на настю и и ивлееву вернее миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять человек пришли на нас или его смотреть и и только человек 5 я думаю что пришли посмотреть на него поэтому здесь понятно да что только она привела на его канал зрителей и возможно подписчиков кто-то может даже подписался но самое главное что ну вот по ее реакции я вижу что она очень сильно стесняется общение с ним вот здесь в этом фрагменте причем дальше давайте сейчас покажу что ты посетил эту замечательную квартиру эти рада и плечом его локтями обоими да очень рада безумно рада просто пляшет от рады петербурге скажи где мы что это за квартиру эта квартира смотрите прячется ступней но возможно здесь не отношение к нему отношение к тому что эта квартира для нее действительно очень ценной и ну действительно это как душа да и очень большая степень открытости с ее стороны она может быть вот пытается немножко это сгладить до этим жестом поэтому этот жест можно не учитывать но там дальше еще будет моя душа была со мной я была с тобой более того и да я видите я была с тобой и сжимает еще больше ноги да то есть да теперь я понимаю кстати если здесь я мужчинам немножко дам подсказку если на свидании женщина при какой-то фразе вот так вот делает ногами имейте в виду что вот на этом она зажимается и вот здесь в эту сторону лучше не идти иначе успехом ваше общение не закончится вот как-то делайте так чтобы вот этого жеста вы не видели а лучше когда она вообще ноги ну вот как-то по-другому поставит без вот этого замка но замок в принципе это еще куда не шло до замок в ногах это очень удобная позиция но в принципе вот насколько я знаю настю и если но я кстати не посмотрела как она дудю давала интервью ну там не было я думаю таких вот зажимов здесь вот прям четко видно что она очень сильно зажимается и вот на фразе я была с тобой она еще больше зажалось то есть он я не пойму он что смотрящий для нее вот от новых хозяев или кто он такой видимо он какие-то функции несет и здесь у них какой-то симбиоз да она его продвигает почему-то по какой-то причине абсолютно человека бесталанного безыменного и и вообще никакого да но он для нее обладает определенным авторитетом этот авторитет не но она прекрасно читает людей она прекрасно знает что это абсолютное ничто но она все-таки старается ему нравится хоть ей это совершенно не подходит и вот сжимается как пружина при каждом упоминании совместных каких-то действий или вообще при каждом вот его приближение что называется поэтому здесь иллюзии питать не стоит по поводу их какой-то новой дружбы или еще чего-то здесь чисто коммерческий какой-то интерес или я не знаю чем запугали настю но должна констатировать что прежней насти не будет вот что что делать вот вот здесь настя которая произносит какие-то правильные для новых хозяев вещи это все абсолютно не искренне это все абсолютно она это не чувствует но ей это надо говорить в силу определенных обстоятельств какие обстоятельства если вы в курсе напишите в комментариях под этим видео но в общем мне было довольно интересно посмотреть на все эти сигналы тела эмоциональной реакции со стороны насти конечно очень больно наблюдать за тем как она переобулась но я прекрасно понимаю что сейчас такое время что многих приходу многих ломают к сожалению и мы это часто к сожалению видим и ну что поделать вот такие реалии жизни да в общем вот такой мой вердикт напишите в комментариях вообще все что вы думаете по поводу всего этого напишите свое мнение как вы думаете вообще ваша реакция мне очень интересно я с удовольствием прочитаю ваши комментарии возможно кому-то отвечу если хотите еще кого-то разобрать пишите опять таких комментариях я скоро в сообществе выставлю еще раз голосование кстати спасибо вам большое за активность как вы голосуете во вкладке сообщества не забывайте подписаться на канал поставить колокольчик и заходите периодически я часто но я каждый раз практически выставляю перед тем как кого-то разбирать я выставляю во вкладке сообщества во-первых просьбы чтобы написали кого нужно разобрать а во вторых потом голосование за тех кого вот вы там написали в комментариях и я смотрю уже кого кто вам более интересен чтобы у нас с вами был контакт перед заходите на эту вкладку почаще и смотрите где там надо что проголосовать чтобы нам с вами не теряться чтобы я работала для вас что называется вы всегда узнаете у вас такая чуйка вот вы прям даете самые интересные видео которые для ну вот для разбора и самые прям такие инфоповоды которые мне самой безумно интересно разбирать спасибо вам большое за то что вы такие информированные за то что вы такие умные и за то что вы меня всегда направляете туда куда надо ада в общем не забывайте поставить лайк этому видео я для вас очень стараюсь и это в принципе вам не сложно а мне безумно приятно поэтому спасибо вам заранее за ваши лайки спасибо вам за то что вы меня смотрите люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока